Мой дом разбили, соседи, шесть домов у меня вокруг, отчего моя бабка умерла. А что оставаться? Воды нет, газа нет, света нет. Уже майже 125 тысяч людей мы вывезли на безопасную территорию гуманитарными коридорами. Нам даже не сказали, уехали солдаты наши, украинцы, взорвали мосты и все, мы остались завинованы. Приезжали военные, говорят, ни в коем случае не выезжайте из города, если вам будет предоставлен коридор Российской Федерации. Они хотели дальше нами прикрываться и все. Щодня защитники места, перебиваючи в полном уточенні, мужньо та самовиданно бьют ворога. Ну вот говорят, что украинская техника стоит прямо в жилых кварталах. Это правда? Там азовцы расстреляют нахрен пацана. И за щитом, за нами, за людьми, вот они между нашими домами становились, стреляли. Они сначала массированно обстреливали наш район и говорили, что это россияне. Мы что видели, откуда что летит? Мы что видели, понимали, что происходит. Вот она, доблестная армия Украины. Прячется среди школ. Сегодня мы снова забезпечиваем гуманитарные коридоры для наших мест. Мы один раз пытались выехать с волонтерами, которые хотели нас везти. Нас не пропустили. А не пропустил кто? Мы в подвале просидели 13 часов с детьми. Они воды нет. Дети все рыхали. Ничего. Нам ни воды не давали. Ничего. Организуйте нам, пожалуйста, зеленый коридор. Азов, сука. Вы же, аллилуйя. Азов, блядь, расстреливал, пидораза, сука. И не пускали. В итоге не пускали. Люди хотели выехать. Старались выехать, но не давали. Я хочу, чтобы вся Украина пишалася героичной борьбой с защитниками города. Рассказали это на весь мир. Не давали коридор. Украина не выпускает из города полностью. И заблокированы были. Приедут, постреляют, отъедут. Потом опять приедут, обстреляют, ехать. У нас там фашистский Азов, правый сектор. Они творили такие бесчинства. У нас во дворе убила ребенка, убила женщину. Остался двухлетний ребенок. Украинцы, которые выходят по гуманитарным коридорам, организованным властями России, проходят большинство из них через тяжелые испытания и оказываются в так называемых фильтрационных лагерях. Приняли хорошо. Наполились фейком. Врача вызвали. Мы ждем сегодня этого режима тишины, чтобы обеспечить безопасный проход, безопасную эвакуацию. Я знаю, хоронят уже прямо во дворах. Во дворах. Лежат накрытые. Никто не хоронит. Лежат накрытые. Одеяло не закрыт. Російськие войска так и не прекратили вагон. Попри це, я вирішив все одно направить колону вантажівок для Маріуполя. Только после захода подразделения вооруженных сил Российской Федерации и ДНР мирные граждане смогли выбраться. Российские войска не пропустила у місто нашу допомогу. Продолжают катывать наших людей, наших маріупольцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова